Значит, вопрос от Елены Как выстраивать отношения с людьми, которые вообще не на твоей волне? С которыми у тебя разные взгляды на всё Отношения неизбежны, потому что это либо соседи, либо сотрудники То есть те, кого тебе навязывает социум Да, вот как выстраивать отношения с этими людьми? Да, ну мы про это уже поговорили немножко О том, что есть вот эти вот социальные роли, которые мы играем на автомате И с соседями мы на автомате играем какую-то роль И, к сожалению, эти роли могут быть деструктивны Потому что мы с ними уже как-то поцапались и так далее И обстановочная афферентация не сказать, что приятная Но, как мы уже с вами сказали, роли могут быть играемыми специально То есть когда актёр выходит на сцену И признаётся в любви своей напарнице по спектаклю Это не значит, что он её любит Он может её ненавидеть просто до щенячьего визга Но делает это, потому что этого требует мизансцена Значит, соответственно, мы тоже можем формировать у себя Такие защитные паттерны, которые позволяют нам вести себя таким образом Чтобы минимизировать уровень агрессии со стороны других людей Нервно-психическое напряжение, которое возникает в таких ситуациях и так далее Это не самое приятное из вещей Но если вы научитесь делать это правильно Поверьте, вы будете чувствовать себя спокойно Вы будете справляться с ситуациями с такими на ура Более того, вы, скорее всего, найдёте быстрый конструктивный путь Чтобы и обстановочная афферентация тоже поменялась И отношения с этими людьми трансформировались Но я не призываю всех людей подстраиваться под всех У меня есть старые 10 правил доктора Курпатцевой когда-то Я их выдумал, а сейчас цитирую постоянно Они очень популярны в интернете Да, один из самых цитируемых И там есть вот это Никогда не тратьте время на тех, кому вы безразличны А тем более на тех, кто вас не любит Это звучит парадоксально Потому что, по идее, мы не безразличны А не тех, кто не любит, должно быть меньше Но на самом деле, действительно, мы должны исходить Из такой внутренней готовности тратить время, тратить силы Тратить вот эти тысячи часов, которые необходимы для того, чтобы создавать На людей, которым мы не безразличны Для которых мы что-то значим Которые пересопереживают нам Да, они могут быть разными, сложными Там в чем-то нам не соотношен И так далее Но если мы для них важны У нас есть платформа для того, чтобы Как бы пережить все эти иглы И смочь жить и радоваться совместному общению, взаимодействию и так далее Поэтому это очень дорого, это очень ценно И я считаю, что нужно как бы-то вот здесь рационально очень действовать Если с человеком нету вот этого Ну, какой-то химии И реальной, правда, биохимии Дофамия, серотонина, эндорфинов и так далее Но я не думаю, что это нужно делать Но можно отработать несколько защитных схем-таки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!